Всем привет, друзья! Это облепиха. Растет она в Иссыкульском раю. В данном случае это ягодка желто-оранжевого цвета, продолговатенькая, с крупными косточками. Также она бывает и кругленькая, красненькая, зеленого цвета. Разная бывает облепиха, но это вот такая вот красивая, достаточно крупная. Но она мелкая ягодка, очень трудно ее собирать, поэтому мы ее покупаем. Уже готовую, продают в баночках на Иссыкуле. Цены разные, по 150 можно купить, по 200 за литр. Килограмм у нас на Артасайском базаре стоит 300 сомов. Вот такая красивая, сочная, кислая, ароматная ягода. Я ее хорошенько промываю, сушу на простыне и потом замораживаю. Из нее зимой делаю варенье, протираю с небольшим количеством сахара. Получается очень ароматная кислая вареница. Очень-очень вкусно с чаем. Здесь много витаминов С. Она почти не уступает черной смородине, которая тоже также очень ароматная и вкусная на Иссыкуле. Как и все овощи, фрукты, ягоды, все, что выращено на Иссыкуле, обладает очень насыщенным и вкусным ароматом и вкусом. Вот данную ягодку я буду замораживать, потом протирать в блендере. Уже немножко сделала вареньица. Получается вот такая она жиденькая, она очень сочная. Косточки всплывают. В косточках есть облепиховое масло, которое также очень полезно. Обладает противовоспалительными свойствами и заживляющими. Очень полезные косточки. Я их беру и разжевываю. Их можно отделять. Можно делать сок облепиховый, а косточки отделять и делать из них масло облепиховое. Вот такая прекрасная, полезная ягодка. Косточки я не отделяю, вот так они выглядят. Очень крупные, как льняные семечки примерно. Хорошо разжевываю и просто проглатываю. Очень полезная и вкусная вареньица получается. Варить его не нужно. А свежую ягодку перетирать с сахаром. Ну, так же, как и клюклу полезно. Голубику у нас. Вот вместо клюквы здесь вот такая прекрасная ягодка на эссыкуле растет. Так же очень вкусная и смородина, и вишня. И очень полезная. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. Пока-пока.